Добрый день! Меня зовут Маргарита. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет ваша любимая рубрика «Цены в Испании». И сегодня я вам расскажу про спортивные залы, про спортивные клубы в Испании. Что они собой представляют, сколько они стоят, какое расписание, какие услуги они предоставляют, какие можно отдельно заказать услуги. В общем, сегодня все-все-все про спортивные клубы. А также я поставлю несколько фотографий с моего спортивного клуба, чтобы вы имели представление, какие они вообще бывают. В Испании вообще спортивных клубов, спортивных залов очень-очень много. В каждом районе как минимум один, а то и два, и три. И цены в зависимости от многих факторов. Они начинаются от 25 евро и до 100 евро за человека в месяц. Почему такой сильный разбег цен? Потому что это зависит от расписания, которое можно посещать спортивные залы, и от самого спортивного клуба. То есть, есть муниципальные спортивные клубы, есть частные спортивные клубы. За 25 евро, что вы можете найти? Вы можете найти обычный, самый стандартный спортивный клуб и, скорее всего, вам сделают какое-то ограничение в расписании. То есть, например, или только утром можете ходить, или только вечером, или утром и вечером. Но это будет спортивный клуб вместе с бассейном, вместе с тренажерными залами и так далее. Если это какой-то маленький спортивный клуб, где просто идут какие-то фитнес-группы, где есть тренажерный зал, но нет бассейна, нет сауны, нет джакузи, то, в принципе, тоже можно найти за 25 евро 30 в месяц. И, наверное, вы можете ходить в любое время. Что можно найти за 100 евро? За 100 евро, соответственно, вы можете ходить в любое время, когда угодно. И это, конечно, будут частные спортивные клубы. Они обычно находятся в центре Барселоны и они оснащены самыми новыми тренажерами. Также там есть бассейн, там есть джакузи, там есть сауна. И чем они еще отличаются? Тем, что вам выдают в этом спортивном клубе все. Начиная от халаты, тапочки, полотенца. В раздевалках есть и гели, и шампуни, и одеколоны, множество фена. Кабинки для передавания, для купания, они закрыты. И вода сколько хочешь. То есть, ты включаешь воду и она не выключается, как в других спортивных клубах. Через три секунды ты должен все время нажать на эту кнопку, чтобы помыть голову. А там ты включил, она течет, все, ты покупался, выключил. Ну, то есть, соответственно, сервис очень разный и, соответственно, ценовая категория очень разная. Но обычный совершенно спортивный клуб, где есть тренажерный зал, есть зал с беговыми дорожками, с велосипедами, есть фитнес-зал, есть бассейн. И сауна, такой спортивный клуб, например, это такой вот, как мой, да, я описываю, он будет стоить на человека от 35 евро. То есть, за 35 евро вы можете пойти и ходить когда угодно с утра или вечером, мобиль и использовать все-все-все эти услуги. Что вообще входит в эту стоимость? Какие услуги предоставляет спортивный клуб? Соответственно, вы можете использовать все тренажеры, любые, когда угодно. Можете использовать бассейн. Обычно два бассейна, один большой бассейн, один маленький для детей бассейн. Также очень часто можете встретить сауну. Я вообще была подписана на три клуба и ходила в три клуба здесь, нет, четыре, три в Барселоне. Один я выжила за Барселоной, там тоже было записано. И везде были бассейны, везде был большой маленький бассейн, и была сауна. То есть, это везде, где я была подписана. И один был супер-супер классный клуб, где там выдавали все на свете, и тапочки, и халаты, и все. Там еще было джакузи, и там, конечно, было все такое новое, все оборудовано. Людей было немного. Ну, в общем, конечно, было супер-супер круто, чем, например, лучше, чем в обычном бассейне. Ну, в принципе, и то один. Вы используете те же самые тренажеры. Еще в сервис, в цену спортивного клуба в месяц входит занятия, групповые занятия. Что это за занятия? Ну, то есть, это занятия танцы, фитнес какой-то. То есть, то для ног, то для рук, то для пресс. Ну, в общем, там они как бы идут по-разному. Не знаю, если честно, как они, как будет правильно перевести правильное понятие на русском языке. Но, в общем, они идут с утра и до вечера. То есть, утром, наверное, где-то 4-5 занятий, и вечером 4-5 разного занятия, где вы можете просто записаться, прийти. Сейчас по предварительной записи. Раньше можно было просто прийти по расписанию, когда вы хотите, и заниматься со всеми. Очень удобно, очень эффективно, очень все это проходит весело и интересно, потому что там набросли танцы, то танцы разного типа, то там какие-то латинские, то какие-то современные, то есть, можно записаться. Там есть велосипеды, где проходят все в такой под музыку, все очень интересное, обстановки. То, например, если вы занимаетесь только там ноги, то есть, ноги, пресс. То есть, тоже интересно, очень эффективно. То есть, все занятия для зависимости от 30 до 45 минут. То есть, тоже в зависимости от расписания. То есть, в принципе, если вы запишетесь в клуб, заплатите 35 евро, вы можете спокойно ходить и заниматься как и сами, так и групповыми занятиями. Еще все спортивные клубы, соответственно, предоставляют сервис личного тренера. Сколько он стоит? Это тоже выяснилось, сколько он стоит. Скорее всего, в разных клубах, соответственно, в том клубе, где вы платите 100 евро в месяц, личный тренер будет стоить дороже намного. Но в обычном клубе, например, в моем, который я узнала, стоит 30 евро час, полчаса 15 евро. То есть, вы договариваетесь с тренером, когда вам удобно, когда удобно тренеру, что конкретно вы хотите. Потому что они спрашивают, для чего вам нужен личный тренер. То есть, это или после травмы, как что-то вы хотите восстановиться, или похудеть, или набрать мышечную массу. То есть, в зависимости, что вы конкретно хотите, он подбирает вам тренировки и занимается. И занятия тоже проходят достаточно интенсивно. Также во всех спортивных клубах еще есть дополнительные занятия для детей. То есть, то ли бассейн, то ли баскетбол, то ли волейбол, то ли кикбоксинг, то ли танцы, то ли... В общем, все спортивные клубы, тем более, если они муниципальные, то есть, это во все, там разные-разные-разные занятия. И если вы записаны в этот клуб, то есть, вы платите квоту, то, соответственно, если вы записываете детей, вам еще будет какая-то скидка. То есть, вы будете платить немножко меньше именно за детей, то есть, на занятия для детей. Если вы не записаны в этом клубе, то вы будете платить немножко больше. И еще в каждом спортивном клубе тоже, особенно муниципальном, то есть, обычном, не частном, тоже есть еще большие оповещения для занятия баскетболом, футболом, волейболом. Ну, еще большой павильон, где еще заниматься. То есть, вы можете или происходят, проходят групповые занятия, или, в принципе, если нет групповых занятий, вы можете прийти из-за тьми и спокойно там позаниматься. И еще во некоторых спортивных клубах есть теннисные корты. Они обычно оплачиваются отдельно. То есть, вы можете так, как и записаться в группу и взрослую. И если у вас есть дети, то в детские группы детей записать. Или вы можете снять корт. Обычно они снимают, то есть, если нужно снять корт, некоторых еще платится за свет, если вы, например, вечером снимаете. То есть, там, в зависимости еще от спортивного клуба, вы еще отдельно должны оплачивать. Соответственно, если вы записаны в этом спортивном клубе, вы платите меньше. Если вы не записаны и просто хотите снять на какое-то время корт для занятия теннисом, вы платите больше. Вообще, в Испании очень много людей занимаются спортом. Очень-очень много, очень много людей просто занимаются, просто выбегают и бегают. Кроме спортивных клубов еще есть, так чтобы вы понимали, так чтобы отдельно стоящий спортивный клуб, таких мало. Например, мой, он отдельно стоящий. То есть, он отдельный корпус, отдельно есть теннисный корт и еще территория вокруг него. Но обычно, из-за нехватки, наверное, земли, из-за нехватки места, обычно спортивные клубы находятся внутри здания. То есть, первый этаж и они ниже делают бассейн. То есть, это спортивный клуб. И очень много есть спортивных клубов, где просто открывают помещение и только тренажерный зал. То есть, такой мини-спортивный клуб. Они проводят какие-то групповые занятия. Также открывают спортивные залы или клубы только для танцев или занятия йога. Это уже другая тема. Но там цены, конечно, совершенно другие. В зависимости, какие там вы группы выбираете, сколько вы там тоже раз в неделю ходить будете. Ну, то есть, там уже как-то они берут именно за поход, так как это уже только групповые занятия. То есть, вы не можете прийти и позаниматься сами там. То есть, они уже берут именно за поход, сколько вы будете ходить раз и посещать занятия, именно за занятия. А просто обычный спортивный клуб, выплатите помесячные оплаты, можете ходить как сами, так и заниматься тоже групповыми занятиями, что очень интересно. В каждом клубе своя какая-то тактика, свои какие-то группы набирает. В общем, это все достаточно весело, соответственно, они понимают, что чем больше они привлекут людей, чем больше будут ходить людей, тем, соответственно, им лучше. И, между прочим, я очень удивилась здесь в Испании, здесь очень много ходят заниматься спортом, в эти групповые занятия бабушки. Ну, как бабушки, на пенсию вышли после 65 лет, и они ходят и с утра, и вечером. Причем они так круто занимаются, что я первый раз пришла на эти групповые занятия. Я просто была в шоке. Я не могла сделать то, что делали вот эти женщины в 70 лет. И я такая, как это я не могу повторить, так, что делают они. Просто они ходят туда каждый день, им это нравится, они там общаются. Это, как бы, знаете, у них времяпровождение. Это, кстати, очень правильно. И для них тоже, кстати, есть еще скидки. То есть, если на пенсии, они будут платить меньше, чем, например, обычный человек, который записался. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оно для вас было интересным и полезным. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Всем хорошего дня и до скорых встреч!